Девушки отдыхают Девушки отдыхают А на этой, так сказать, потерпевшей Ты действительно собираешься жениться? Или это часть разводки? Действительно Так это что получается? Мы твою будущую жену и тещу кидаем? Да Ну ты, Петрутьев Дипломат Да с такими деньжищами сдалась тебе эта Света Да любая модель за тебя пойдет Ну да, была красивая баба Но замученная же Да еще с двумя спиногрызья Я привык жизни своего добиваться Я еще со школы решил Что Светка за меня замуж выйдет Она у нас самая красивая девочка в школе была Чего же не вышло-то? Да помешал Красавец один Дима Чего в нем только бабы находят Ну ничего Скоро все окажутся на своих местах Я со Светой А Дима на помойке Ну наконец-то Светочка Если дальше так пойдет Надо на следующей неделе масло и яиц больше заказывать Хорошо Валентиночка, Матвейна Это потому что очень вкусные у вас котлетки и запеканки А может быть нам поможешь нас взять? Ой-да вы что? Ну я сама справлюсь Света А что происходит? Почему мы поменяли интерьер? Где игуана? Свет Съели твою игуану Свет, мне сейчас не до шуток Свет, мне нужно что-то поговорить А я тоже подумала, что нам надо поговорить Когда мы пойдем подавать документы на развод? Идем Нет, я никуда не пойду Потому что у меня ресторан, клиенты И видишь, рук не хватает Аккуратно Ну слушайте, а вы что делаете? Вы смешиваете для котлет белки и желудки вместе? Да Это преступление, вы понимаете? Ой, учи ученого Пошли Подожди Валентина Матвейна, не обращай на него внимания Все, идем Что же ты без своей морилки-то пришел? Свет, она не моя Она мне говорила совсем другой Свет Пожалуйста, послушай меня Бандиты, которые вымогали деньги И этот липовый кредит мамы Это все дело рук Пети Дима Я знаю, что ты фантазер Но не настолько же Я только что слышал это своими ушами Петя Золотой человек И он помогает маме и мне Этот золотой человек обдерет вас, как липок По-моему, ты просто описываешь себя Вот и какого мнения обо мне А ты мне дал основания думать по-другому? Постой Ну, ладно Хорошо, я виноват Я дурак Я сам все испортил Ну, пожалуйста Гони в шею этого Петю Ты не исправь Я не исправил Мам А какая себе стоимость будет Вот у таких фигурок, а? Я хочу постоянным клиентам дарить Мелочь, а приятно Это, так сказать, сарафанное радио Ой, дочка Какой хочешь, сын, такой и сделай Мам Мам Ты что, влюбилась? Расскажи, что же Кузьмин Там маленьких котиков Посчитай, пожалуйста Просто Просто вчера Мы гуляли с Алексеем И дошли в его мастерскую Так на душе стало тепло Знаешь, какой он человек Просто Так свое дело любит И за лишним не гонится Вот Я вот чувствую Я чувствую, что между мной и ним что-то есть А он стесняется Я это тоже чувствую Потому что он простой рабочий человек А у меня Пусть маленький, но бизнес есть Хотя этот бизнес Такое ненадежное дело Придут эти коллекторы Придется переписать на них Дома Ну и ладно Ну и пусть будет Как будет, а? Мам Я сегодня встречаюсь С Петей Он сказал, что он нам поможет Дочка какая-то Ой, второй Руки грязные Какой ты молодец Слушай, ну ты уже час здесь митингуешь Не устал? Не устал Мне очень нужно к Волгину А что тебе еще нужно? Может сразу с Писком? У меня к нему очень серьезный разговор О чем? Сделку на миллиард предлагаешь? Речь идет о репутации вашего хозяина За его спиной И под его именем Знаешь, что творится в этом городе? Чего? Чего? Он должен вести порядок Это в его интересах Знаешь, а в твоих интересах Убраться отсюда побыстрее А то я наряд вызову Мне просто нужно поговорить Волгин Никого просто так не принимает Никого Никогда Понял? Да Свободен Свободен К Волгину ему надо А может ко мне? А я так давно в кино не была Все некогда Ну так у меня и посмотрим Петь Мне кажется Рано у тебя кино смотреть Понимаю А ты на развод подала уже? А то, может быть, я подойду в ЗАГС Могу ускорить Я... я подам Да, ты не тяни свет Ты же помнишь, что нас сроки поджимают С дома твоей мамы Ой, Петька Какой ты заботливый Ну а как же Мы же уже одна семья Свет Это тебе от меня Ой Они золотые? Ну, конечно Петь Такой ты внимательный, а Держи Держи ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет Да я помаду у тебя забыла Помаду? Сейчас принесу Подожди, Дим Скажи А у нас Правда все, да? Ну Чего все? Ну Отношения Да не было у нас никаких отношений Ты же сама говорила Не заморачивайся Живи одной минутой Ну Ну Было у нас некоторое Количество Минут Не расстраивайся Ты хорошая девушка Встретишь хорошего человека Конечно встречу И получше тебя Я не знаю Хоть даже вот Вольной Волге встречу Ты знаешь, какие люди там будут? Вольной Волге? А что там будет? Да они презентацию устраивают И банкет По случаю открытия какой-то Строительной компании И приедут партнеры из разных городов А меня подружка туда официанткой позвала Так что не очень-то ты мне и нужен Банкет Здравствуй, Оля Здравствуй А что, новую мебель будем делать? Из разцы с розами? Ой, Господи, Боже мой Давай Спасибо, поставь туда, пожалуйста Ага Так Оля Выходи за меня замуж Неожиданно как-то это Я понимаю Принято долго ходить вокруг да около Да только жить хочется прямо сейчас Жизнь, она короткая Предлагаю тебе свою руку и сердце Ты знаешь, как-то я и Ты знаешь Да и ты как Оль, Оль, Оль Оля, давай напрямик Мы же оба чувствуем, как нас тянут друг к другу Про себя могу сказать Быть со мной это впервые за двадцать лет Ты моя женщина, Оль Мне другой не надо Нечая я женщина, Леш И замуж я не пойду Ни за кого ни за тебя Ни за другого мужчину Ненадежный Поставь, пожалуйста, коробку Ну смотри Цветы и купил Впечатление хотел на меня произвести, да? Кучу денег потратил А жить-то надо что? Оль, да не о том ты Знаешь что, Леш Рабочий день закончен Мы закрываемся Оль Закрываемся Ты просто боишься Боишься, что тебя опять обманут А ты поверь Оставь плохое в прошлом Я, может, и оставила бы его Только оно меня не оставляет Ну, я пойду туда Ну, я пойду туда Алексей Николаевич Презентация уже начинается Гости собрались Алексей Николаевич Еще нужно заскочить переодеться Там в машине костюм Варвара подобрала Говорит, в тренде Вы не возражаете? Хорошо, поехали Дамы и дамы И господа Как говорил мой шеф По десертам Из Московской Академии Кулинарии Бон аппетит Мадам и месье Вуаля Добрый вечер Уважаемые дамы и господа Позвольте представиться Меня зовут Варвара Мельникова Я референт Господина Волгина Который пригласил вас сюда На этот праздник Мы надеемся Что наше сотрудничество Будет так же приятно удивлять Как и этот торт Так же как и этот торт Очень любопытно Какой он этот Волгин Говорят, он лично общается Только с охранником и референтом Прямо царь Кощея какой-то И теперь Для приветственного слова Я приглашаю сюда Самого Алексея Николаевича Волгина Как ты здесь оказался? Сделал предложение организаторам От которого они не смогли отказаться АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Ну что ж, отправляемся в большое плавание? Нет, стой. Ребят, конопа не так делается. Понимаешь, это будет развалиться у людей в руках. Нужна другая очередность. Хлеб, огурчик, сворачиваешь колбаску и шпажкой ненавису. Молодец. Гостям очень понравился твой торт. Спасибо. Прошу, уделите мне пять минут. У меня есть, что вам рассказать. Пожалуйста. Ну хорошо, идем. Пять минут. Думаю, вам будет не все равно. В городе, прикрываясь вашим именем, помогают деньги. Выигрыш лотереи, который вы устроили, отобрали и все списывают на вас. Подписывают липовые кредитные договора от вашего банка и отнимают жилье. Все это дело рук вашего сотрудника. Продолжай. Петр Скорик, слушаю. Петр Скорик, слушаю. Петр, начинаем новый проект. Как предыдущий, только в два раза больше. Подготавливаю оформление договоров на покупку земель в районе Приволжской балки. Точный план местности вышлю. Приволжской балки? Ну там же все заболочено. Если мне понадобится консультация миллиаратора, я дам тебе знать. Извините. Проект срочный, инвестиции горящие. В случае необходимости можем покупать по цене заметно выше рынка. Главное скорость. Скорость. Понял. Все. Ищи собственников земли и проводи переговоры. Это твой шанс. Ес! Я нашел собственника земли Приволжской. И мне от меня дядька. Окает смешно. Хочу четыре с половиной лимона. А фонарей он что ли? За это болото? Вообще не важно. Волги нам все десять заплатят. Вдвое поднимем. В общем так. Сейчас на свои имена покупайте землю в две доли. Я в сделке светиться не могу. Надо будет договор в банке показывать. Ну это понятно. А на какие деньги покупаем? В смысле на какие? Которые в лотерей подняли. А, ясно. В общем я все подготовил. Держите ваши договора. Подписывайте. Это реквизиты, на которые надо будет бабки перечислить. Угу. Так, еще на повестке дня остается один умник, который хочет отдать дом в залог. Угу. Угу. Алло, Дим, привет. Ну да. Нашел минутку в своем плотном графике. Я на счет залога за дом. Все можно сделать. Я помогу. А я передумал. Ну а чего, по сути Свету и ее маму у меня кинули. Так что пусть выкручиваться как хотят. О как. Угу. Давай. Ладно. Будем иметь в виду. Вот. Почти все готово. Как хорошо вы тут все устроили, а? Самое главное, чтобы детям понравилось. Так. Привет. Привет. А чего дни ночи мои сережки? Ну, на работе, боюсь, потеряю. Здесь такая беготня. Вот, видишь, праздник делаем для детей. А я принес тебе еще один подарок. Смотри. Нравится? Очень. Ну что, ты подала на развод? Ведь... Как-то все... Времени вот все не хватает. Свет, а чего происходит? Я... Я тоже думала, что же происходит. Что происходит? Я... Не могу так... Без любви. Извини, пожалуйста. Как это без любви, Свет? Я тебя очень люблю. Я нет. Ты, может быть, забыла о своем положении? Нет, почему же? Я говорила с мамой. Решили перезаложить дом в коллекторское агентство. Да какое коллекторское агентство? Это я твое коллекторское агентство! От меня все зависит! Если я захочу, я тебя уничтожу! А если захочу, я счастливый. Я думаю, что ты не сможешь меня уже осчастливить. Все. Все, Петя, все. Здравствуйте. Проходите. Все, Петя, Петя, все. Давай. Свет, я что-то не то наговорил, сейчас... Прости. Ты сейчас все правильно сказал, все. Не хай. Проходите. Все, Петя, Петя, все. Здравствуйте. Проходите. Проходите, садитесь. Здравствуйте. Проходи, садись. Кляпку тебе наденем. Бонжур, бонжур. Здравствуйте. 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 В Ветнам? Да. Так хорошо. У нас как раз котлетки из кролика и порожную запеканку с вареньем. А блины? Что? Ну, это ваш фокус, то ли, с блинами. Блины? Тысячи просмотров в интернете. Все туристы с Золотого кольца с ума сходят. Прошу, прошу, проходите. Мы хотим видеть только этого повара. А у него перерыв. Сейчас он придет. Будет, да? Да. Будет. Садитесь. Здравствуйте. Бонжур. Бонжур. Вот, вот, вот. Алло, Дима. Это я. Ты мне очень нужен. Я тебе нужен? Молодец. 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 Что? Боня! Боня! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Вот, а? Вот что я ищу. Вот. Вот так. А как назовем мы его? Тещины блины. В городе блинов. А почему тещины блины? Это же твое шоу с блинами. Потому что если бы не твоя мама, не было бы у нас никакого ресторана. Света, ты просил меня после всего, что было, что я натворила? Мне кажется, что мы оба виноваты. Нет. Ты все время думал о работе. Я слушалась маму. А вот оказывается, что я умею справляться с трудностями. Могу быть неплохим управляющим. Ты повар. Неплохой тандем, да? Да. Это я о работе. Нет. Не только. Жалко только, что мы это очень поздно поняли. И непонятно, сколько нужно будет времени выплачивать долг за мамин дом. Да нисколько. Петр Скорик слушает. Петя, тебе надо немедленно зайти ко мне в кабинет. Мне? Тебе. Зайти к вам. Правильно. Алексей Николаевич? Вызывали? Садись, Петр. Ну, что с покупкой участка Приволжской? Все хорошо. Я договорился с владельцами. Они готовы продать за 10 миллионов. Договора я уже подготовил. Да. Обстоятельства изменились. Я не готов платить 10. Нет? Только 8. Хорошо. Я попытаюсь договориться с владельцами. Может быть, они уступят. Вы же сами говорили, что главная скорость. Может быть, хотя бы 9? Я бы спросил. Так, может быть, прямо сейчас и спросишь. Телефон забыл в кабинете. А это не проблема. Василий, заходи. Заводите. Заводите. Вы... Что? Не признал? Поговорим за мой участок. А вы как здесь? Работаю я здесь. Безопасность Алексея Николаевича обеспечиваю. От таких вот прохиндеев, как ты, Петя. А на чей счет я перечислил деньги? Не Федовой, Ольги Николаевны, которую ты с кредитным договором облапошил. Этих людей я не знаю. Впервые вижу. Ты что, Петруччу, и нас кинуть хотел? Послушай, шеф, ты за главного всю дорогу был, за главного и сядешь. Забирайте, сержант. А вы наши координаты насыщите? Да, наши партнеры в интернете вашу продукцию увидели и нам ссылочку сбросили. Думаю, за неделю распродадим, за новой партией приедем к вам. Надеюсь, продержимся. Держитесь. У вас такой хороший товар. Необычный, со вкусом. Распишитесь. Спасибо на добром слове. Всего доброго. Покупатели? Угу. Осваиваю новый рынок. Конечно, будет очень жаль, если… Ну, чего я тебя гружу со своими проблемами? А я вот захотел прийти… А я вроде тебе все отдала. Ручки, рамы, вроде все. Оля, ты не хочешь меня видеть? Ну, где ты взял деньги на торт? Ну, как где? Кредит взял? Какой кредит? Да шучу. Взял друзей, займай. Этот торт только смотрится на миллион. А так себестоимость дешевая. Копеечная. Какой это, а? Какой? Неисправимый. Пойдем, маму порадуй. А это тебе не то, что старинные столики водкой поливать и гладить. Аккуратненько. Да уж, конечно. Космические технологии. Куда мне? Здрасте. Ой, мам, извините. Ничего-ничего, вы вовремя. Вот как раз и познакомитесь. Здрасте, Алексей Николаевич. Вы знакомы? А то я думал, что я единственный человек в Блинове. Ну, кроме референта и охранника, которого лично знает Волгина. Кого? Мам. Оль, Оля. Оль, я все объясню, когда сам пойму. Так что, Оля твоя теща? Ну, вроде когда. Это что же получается, а? Ты меня ограбил, и ты же ко мне к линии подвиваешь. Оль, Оль, ну все не так. Господи, ты мне руку и сердце предлагал. Нет у тебя никакого сердца и руки, я тебе больше никогда сама не подам. Да нет. Ольга Николаевна, он хороший человек. С тобой вообще не разговаривают. Мам. Будет разговор отдельный с тобой. Дима. Оль, ну... Пойдем. Ну, ты же мне сама ничего о своих проблемах не говорила. Ну, как я должен был догадаться? Да как я могла тебе рассказать о проблемах, когда ты прикинулся обыкновенным работягой? А у меня четыре миллиона долга в банку. Ну, я не врал тебе. Я же не врал тебе, что живу один двадцать лет, что занимаюсь реставрацией мебели. Ну, хобби у меня такое, что я люблю тебя. Я же ни словом ни соврал. Что ж ты решил? Если я узнаю, что ты банкир, я тебе на шею брошусь, да, из твоих миллионов? Да нет. Я просто хотел, чтобы ты обыкновенного работягу полюбила. Не. Ни единому слову твоему не верю. Уходи. Оль. Flo-то. Матчечко. Поцелуй. Процелуй. Оль что. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok